Доброе утро, коллеги! С вами Исааков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Пятница, 9 марта и давайте посмотрим, с чем у нас завершается текущая торговая неделя. И я напомню, что сегодня будут опубликованы данные по количеству вносенных рабочих мест несельского хозяйства, показатель, который называется Non-Farm Payrolls, поэтому пятница обещают быть интересной. Ну и начнем мы, как всегда, с пары евро-доллар. По паре евро-доллар вчера мы увидели после выступления Марио Драги движение ниже минимальных значений, которые были 7 марта, что в рамках часового таймфрейма нас переводит в фазу нисходящего движения и цели по данному снижению это область 1.2160, минимальное значение 1 марта. Возврат к покупкам будет рассматриваться после преодоления максимальных значений, которые мы увидели вчера на отметке 1.2445. По паре британский фунт, американский доллар также сформировалась тенденция нисходящая в рамках часового таймфрейма. Цели для восстановления покупок по данному активу находятся в области максимальных значений вчерашней торговой сессии, это отметка 1.3909. Уход выше данного уровня вернет нас к покупкам по данному активу. Пара американский доллар, канадский доллар пока продолжает свое движение восходящее, хотя мы видим несколько дней движения в боковике. Пара так и не может преодолеть максимальные значения в области 1.2998, но общее настроение остается восходящим. В том случае, если пара сможет закрепиться ниже минимальных значений в текущей неделе, это отметка 1.2866, то в этом случае мы можем ожидать снижения до уровня 1.2618. Пара американский доллар, японская иена возобновила свое восходящее движение. Вчера мы смогли закрепиться выше максимальных значений, которые мы видели с 7 и 8 марта. И это нас двинуло дальше, а сегодня с утра тенденция подтвердилась. Ближайшие цели роста это движение в область 1.0779, а возврат к продажам будет актуален после преодоления минимальных значений в вчерашней торговой сессии. Это отметка 1.10588. По австралийцу тенденция восходящая сохраняется. Цели роста это обновление максимальных значений вчерашнего дня, то есть уход выше уровня 1.7838. Ну и дальше открывается цель движения на 1.7912. Возврат к продажам будет рассматриваться после преодоления минимальных значений вчерашнего дня. Это отметка 1.7772. По паре еврофунт, пока мы торгуемся выше минимальных значений вчерашнего дня, эта отметка 1.8905 тенденция остается восходящей. В том случае, если пара сможет закрепиться ниже данного уровня, то вероятен переход уже направления на нисходящее. Цель роста в данной формации это движение в область 89.68, максимальное значение, которое было зафиксировано 7 марта. По золоту началась коррекционная нисходящая тенденция. Вчера, 8 марта, мы смогли закрепиться ниже минимальных значений, которые выделили 7 марта. И эта формация перевела нас в фазу нисходящего движения. Цель по снижению это область 1304 доллара за тройскую унцию. Возврат к покупкам рассматривается после преодоления максимальных значений вчерашнего дня на уровне 1329. По нефтемарке Brent тенденция нисходящая сохраняется. Цель по снижению это уйти ниже минимальных значений, которые мы видели 1-2 марта. То есть закрепиться ниже отметкой 63.23. Ну а в том случае, если мы увидим движение выше 64.64, то мы можем ожидать возобновления роста по данному активу. Индекс DAX продолжает свою тенденцию восходящую. Цель роста это движение в область 12593, а ближайший разворотный уровень находится на минимальных значениях вчерашнего дня. Это отметка 12177. Ну и биткоин продолжает свое коррекционное снижение. Следующие цели уже находятся в области 7700-7500 долларов за 1 биткоин. А возобновление покупок по данному активу будет актуально после преодоления максимальных значений вчерашнего дня. Это отметка 10064. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исаков Роман. Напоминаю, что если вам нравится это видео, оно для вас полезно, то не забывайте ставить лайк и ваши вопросы пишите в комментариях. Всем желаю хорошего завершения торговой недели, хороших выходных и увидимся уже на следующей неделе. Всем спасибо и до свидания. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!